На аэродроме Каркмаскала прошло открытие всероссийских соревнований по групповой парашютной акробатике и точности приземления памяти дважды героя Советского Союза Аметхана Султана. Участие в этих соревнованиях серия «Мастерс» приняли парашютисты со всей России и стран ближнего зарубежья. На аэродроме Каркмаскала сегодня тревожно и суетливо. Участники соревнований готовятся к предстоящим прыжкам. Здесь собрались 12 делегаций из разных регионов страны. Большинство спортсменов – опытные парашютисты, имеющие за плечами огромное количество прыжков. В дальнейшем уровень будет достаточно выше. Просто исходя из того, что мы только начали приобретать авиационную технику, мы, естественно, провели на том уровне, как мы смотрели на сегодня. Но идея у нас большая. Мы должны получить еще одну. Потом мы хотим ввести на следующий год самолеты, который планируем получить. Развивать его, как он был ранее. Умахан Ахмедов говорит о новом самолете, выделенном республике в преддверии соревнований. Советский многоцелевой самолет отличается легкостью в эксплуатации, пригодностью для работы с неподготовленных площадок, будто заасфальтированная дорога или чистое поле. Самолет готовился на протяжении 8 месяцев вместо запланированных трех. И связано это, считают организаторы, с кризисной ситуацией ДСАА в страны. Мы решили исполнить качество полета самостоятельно. Надо отметить, что лететь свободно и удобно. А вот прыгать побежать не страшно. Прыжок наедине с небом. Бескрайнее пространство снизу и купол парашюта сверху. Шаг в неизвестность, на который решается не каждый. Самый сложный, говорят инструкторы, прыжок второй. В первый захлёстывают эмоции, и новичок пока не знает, на что идет. Дальнейшим же спортсменами становятся только те, кто решится на такой поступок повторно. У вас особые климатические условия в республике. У нас же как в Ингушетии моря нет, поэтому таких сильных ветров тоже нет. Великолепен просто. Махачкала – красивый город. И встретили нас тут очень красиво. Ну, было супер. Всем советую. Один раз точно нужно прыгнуть. Турнир проходил в два этапа. Это групповая акробатика и соревнования на точность приземления. Если с акробатикой ребята справились на Урату, попасть в намеченную точку с высоты трех, а то и пяти тысяч метров на землей, в условиях ветра оказалась задача не из легких. Прямо сейчас парашютисты пытаются попасть в центр этого синего мата. Там находится прибор, который фиксирует точность попадания каждого из участников. Парашютный спорт в республике ставит одну цель – привлечь как можно больше спортсменов и развивать сферу на новом уровне. Мы же горцы, мы орлы. А орлы должны летать. У нас много очень ребят, девчонки у нас замечательные, которые проходят, прыгают. У нас же последний момент, последнее время, да, больше у нас стремятся в небо девчонки, чем ребята. Любители этого спорта нас покоряют не только своим мастерством – высотой прыжка, продолжительностью полета и другими параметрами, но и красотой парения в воздухе. Каждый из этих ребят нашел свою порцию адреналина в самом экстремальном виде спорта.